Сегодня старший брат мой с Нюрнберга поздравил меня с Днём Ивана Купала. Я, правда, не знаю, кто это, но думаю, слава Богу, что хоть кого-то вспоминает, что что-то отношение какое-то имеет. Не знаю, кому, правда. Наверное, купаться надо. Мы, помню, слушали когда-то в 90-х годах проповедь Дерека Принца. Это проповедник, известный, мощный евангелист, учитель. Мы его все любили тогда слушать, школу проходили, приглашали учителей. Из школы Дерека Принца сам Дерек Принц приезжал. Он тогда был уже преклонным в возрасте, но приезжал к нам. Я был лично знаком с ним. Один раз мы слушали его проповедь, и диктор представлял его. И говорит, сейчас перед нами будет проповедовать всемирно известный учитель, Библия и евангелист с оригинальной проповедью. Это нестандартная любовь. У него и книга есть «Нестандартная любовь» Дерека Принца. Я сегодня хочу также представить. Почему-то так вот пришли вот эти слова, что мне хочется сегодня также представить одного известного проповедника. Мы как-то были на его евангелиционном собрании в интернет-пространстве, где покаялось более ста человек. За один раз прочитали молитву покаяния. На этой неделе он также проводил евангелиционное служение, где тоже много людей покаялось, прочитало молитву покаяния. И сегодня перед нами будет проповедовать известный евангелист со своей оригинальной проповедью. Христианская лень называется проповедь. Давайте поприветствуем Олега Григорьевича Пермякова. Правда. Переводчика готова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, не знаю, как еще. Пока его нет, тайну одну расскажу. Да, я порекомендовала, мы были в Казахстане, и там одна церковь, которая вообще перестала расти. То есть люди новые не приходят, не каются. И я говорю, слушайте, послушайте, ну, вот человек в интернет-пространстве, так, ну, классно, но люди каются, поучитесь. В общем, отправила его. Потом мне этот звонит парень. А мы вместе когда-то покаялись, ему лет 16 было. И он говорит, что это за мужик такой? Я говорю, в смысле? Чего он, говорит, вправду матку так рубит? Я говорю, ну, люди же каются, люди же принимают это, да? То есть, знаете, иногда, наверное, в церквях так, ну, мажем хорошо, да, чтобы хлеб с маслом, чтобы вкусненько было, да? Но есть такие, ну, евангелисты, они, в принципе, такие, да, они... И вот он идет, наш Олег Григорьевич! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! Добрый день! Не слышу ответа. Ничего, мой отговор. Да. Слава Богу! Слава на Бога! Аллилуйя! Аллилуйя! Ой, какая аллилуйя, вообще, просто аллилуйя! Вот, вот, просто. Не знаю даже, как вам сказать. Не знаю, как ты покажешь. У меня сегодня такая красивая переводчица. И вам красиво приводить, Нес. Да? Еще раз переведи, так? И вам красиво приводить, как добро, да? Да, молодец. Я буду стараться сегодня медленно говорить. Что ты со старая договора по-бавному. Ради тебя только. Заради тебя по-самому. Потому что такая молодая и красивая. За что ты все молодая и красивая. И я могу рядом с тобой стоять. И могу достоять. Красавица какая-то. Христианка настоящая. Глазки светятся. Внутри чисто. Внутри чисто. Помыслы здоровые, правильные. Благодать! Стоишь рядом и течет на тебя. А? Ну, скажите. Вот такие люди, христиане. Это такие вас, а христианский хор. Да. Но это хорошее начало. А у меня сегодня проповедь. Твое доброе начало. Проповедь называется Лень христианская. Проповед, то есть на речи христианский мрзл. Да. Ну, да. Я помолюсь коротко. Дорогой Господь, я молюсь во имя Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и прошу Тебя, и Те моля, пусть Дух Твой сегодня здесь, в этот воскресный день, ведет меня и руководит Мною. И пусть Мною будет сказано только то, что Ты приготовил этим людям, которые пришли услышать Твое Слово. Които са дошли, да чуят Твое Слово. Не позволяй мне говорить от себя. Не ми позволяй да говоря от себе си нещо. В имя Иисуса Христа, я прошу Тебя. Спасибо, аминь. Мне часто приходится выступать вот перед людьми и в живу, и в интернете. Часто говоря пред хората на живу и онлайн. Иногда я спрашиваю, мы собрали для того, чтобы жизнь стала лучше. Не, если собрахме живото, да стане по-добре. Но дело в том, что у нас есть проблема, у некоторых есть такая вещь, как лень. И я спрашиваю, вот честно, давайте, ребята, поднимите руку, кто с ленцой? Поднимите руку, кто с ленцой? Вот посмотрите сейчас, вот посмотрите. Весь зал с радости, давай я с ленцой. И целата зала с радост в тихо рцете. Истина ли я? Я с ленцой. Аз имам мрзъл. Ну, откровенно, честно. Това е истински, откровенно и честно. Шуток на эту тему много. Има много шеги на тази тема. Один пишет такое четверостише. Бывает, проснешься, как птица. Крылатой пружиной на взводе. И хочется жить и трудиться. Но завтра кое-то проходит. Сос крылато. Вече си готов да сотрудишь. Искать и ся доживеешь, да сотрудишь, убачь и след за куската това минала. И вот так вот жизнь проходит у многих. И такая живота проминала при много хорам. Планы, решения. Имат плановые решения. А потом вот что-то, вот что-то как-то вот-вот-вот. Но с ленцой же я. Хочу прочитать вам из Библии. Искам даю прочитать одно място от Библии. Прежде чем прочитаю, скажу такие слова. Обычно мы приходим в церковь, в воскресенье, с хорошим настроением, общение, люди приятные вокруг. Хоро-то соприятнее около вас. Слушаем проповедь. Чаще всего она хорошая, интересная, полезная всегда. И мы с хорошим настроением расходимся. И с добро настроение си трыгваме. Проходит некоторое время. Минало малко время. И то, что ты слышал на проповеди. И твое, кое-то си чул по времену проповеда. И принимал все решения, что надо что-то делать, менять. Потому что, ну, дальше так уже как бы не надо делать. Надо что-то менять. Но как-то проходит все. Минало. Мы говорим, проповедь была классная. Проповеда беше яка. Результатов не очень много. Конечно, они есть, но малозаметные. И это большая проблема. Вторая царство, двенадцатая глава, с первого стиха читаю. Второго царя, двенадцатая глава, И послал Господь Нафана к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила и на груди у него спала. И была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник. И тот пожелал взять из своих овец или валов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо за то, что он сделал это. и за то, что он не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, ты тот человек, царю, священнику, человеку по сердцу Бога, честному, чистому бойцу за славу Божью. За Божью это славу. А начиналось все так. Фичку из-за почвы такая. Через год в то время, это второе царство, одиннадцатая глава. Второе царство, одиннадцатая глава. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава, военачальника своего, и слуг своих, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву, город такой. Твой город, Рава. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему, Версавия. Это дочь Элиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Ключевой момент здесь, как вы понимаете, второй стих, где написано, однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по крыше. То есть какая ситуация? Какая ситуация? Все цари идут на войну. Все цари идут на войну. А царь Давид на войну не пошел. А царь Давид не утешил на войну. Он отправил своего военачальника. Он отдыхал. Он спал долго. И после обеда встал. И увидел. И грех совершил. И набрал грех. Великий. Велик грех. И тем самым вошел в историю человечества. Что он человек особенный. Что он, человек, может творить такие дела. Потому что то, что он сейчас, я вам прочитал, это только верхняя часть. А на самом-то деле все гораздо страшнее для Давида. Потому что когда он спал с ней, то через некоторое время она объявила ему, что она беременна. А мужа-то нету. Муж-то на войне. Урия. И тогда он пишет своему военачальнику, ты пришли этого урию-то вместе с солдатами своими. Как бы на побывку. Пиши на свою военачальнику. И он принял, пришел. Он его принял в числе других. Угощал в царском дворе. В дворце своем. И направил в вечеринку. Ну а теперь, ребята, выпили, закусили, поговорили, пообщались. Идите домой. И то оказано на войне. И он отправил его домой. А вечером вышел погулять. Давид смотрит. А на ступени царского дворца спят солдаты и среди них их командир. И то ведя чего в войне ты спят просто на вонках. Он его растолкал. Говорит, ты что тут делаешь? То и будто урия и пито как поправишь тут. Ты иди домой. Ты почему не дома? За что я здесь в кушать? Он говорит, мои пацаны здесь. И ты оказывал. Мой там умчет осатук. За что азда все приберем? Я не пойду. Я с ним азда все приберем. Я что, с женой буду спать? А они, значит, тут, мои ребята. Как так, аж ты спя со жена себя. Он настоящий был командир роты, понимаешь? Боец. И тот видит, что не прокатило Давид. Видит, что не получится у него списать на урию беременность в Версавии. И тогда он написал письмо. И в этом письме написал военачальнику. Чтобы он поставил этого урию в такое место, где его гарантированно убьют. В самое опасное место. В пекло. И когда он пришел, принес это письмо. Тот прочитал, посмотрел на него. И поставил его в такое место. И его убили. То, что и требовало доказать. То есть, что произошло? Заленился царь Давид. Царь Давид е мрзаловал. Заленился. Дух лени и небрежности настиг его. Поразил. И он приступил к своей обязанности. И он впал в жуткий грех, который потянул за нему цепочку грехов. Он убил своего офицера. Пряча грех свой. Той убил свой офицер. И кто это был? Это был один из человек по сердцу Бога. Что еще можно сказать? Он, конечно, каялся. Он, конечно, плакал. Пятидесятый псалом. Откроем, прочитаем, что он там говорит. Мы знаем. У него ребенок умер. Он пострадал. Он понял, что он совершил грех. Но это был царь Давид. Это тот, который, если вы помните, рвал медведей и тигров, и вообще всех, будучи пацаном. Это тот, который Голиафа завалил. Это тот, который любил Бога всегда, всю и везде. Это тот, который был помазан в царе, ребенком. Это тот, который совершал эти великие подвиги. Это тот, который был честный, чистый человек, который не убил своего врага. Кой-то не убил своего врага. Саул, который его преследовал. Это тот, который пережил огромное множество бед, проблем и бился всю жизнь. И если он упускал много бедствия, сумасшедшим, и что с ним только не было. И свои хотели убить, он переживал. И всегда Бог его спасал. И иногда Бог его спасал. И вот он совершил вот такое вот. И той направил такой грех. Если это Давид, то кто мы? Конечно, мы люди Нового Завета, мы совершенно другие люди. В прошлый раз пастор Наташа проповедовала про Иоанна Крестителя. Я вот думал об этом долго потом. Иоанн Креститель написано. Больше всех пророков, рожденных женами, которые были когда-нибудь. он больше всех. А меньше в Царстве Божьем больше Иоанна Крестителя. И это мы больше Иоанна Крестителя. Понятно, мы особая привилегированная публика. Люди взятые в удел. Это понятно. Но если в нашей жизни вот этот самый дух лени, один, я смотрел проповедь, не проповедь, но в общем, свидетельство одного человека, который служил сатане, който служил на сатана, и потом он раскаялся, то след това сей раскаял, пришел к Богу, и начал проповедовать. И он рассказывает свой сатанинский опыт. И той рассказывал своя опыт, он говорит, что мощнейшее оружие дьявола, мощнейшее оружие на дьявола, это дух лени и небрежности. Това е духа на мързла, которым он поражает людей, с който той поражава хората. Это дух лени сегодня приходит к нам через информационный поток при нас, через телевизор, через интернет, и человек поражается этим духом. Он думает, что он просто лениц, просто взывает, лежит, просто никак не может начать, просто не может започне. И самое страшное, вот мы вчера беседовали с постарами, я рассказывал про фильм, я его пришел досмотрел, досмотрел. Невероятная битва идет за нас с вами, за каждого человека. И изощренный, опытный, мастер, мастер, у которого все продумано и заготовлено дьявол, одним из самых главных видов оружия, использует дух оленей и небрежности, которым поражает людей. В том числе христиан. И христианам становится лень. Христианам становится лень. Лень что? Лень верить, вот что. Самое страшное, лень верить. Потому что вера есть осуществление. Лень верить. Лень проявлять свою веру. Лень исповедовать, что я исцелен, потому что написано. Лень верить в то, что я богат, несмотря на то, что еще ничего не видно, оно я обнищал. Я обогатился нищетой Иисуса Христа, который ради меня обнищал. Это написано. Я успешен. Мне лень это исповедовать. Мне лень держаться за свою цель, которую я поставил перед собой и исповедую это. Мы прекращаем верить. Почему? Потому что лень. Потому что наступает бездействие. Рейн Харбонке говорил как-то, он говорил, что мухи на горячую плиту не сядут. А мухи это лень, это сомнение. Это все, что нам мешает. Значит, для этого надо быть раскаленным. Надо быть горячим. Надо себя выводить в такое состояние, когда никакая муха на тебя не сядут. Почему муха лень села на Давида? Потому что он однажды проснулся вечером. Вот почему. Потому что он бездействовал. Пчеловоды знают, что есть осы, да? И есть пчелы. Пчеловодики знают, что имя пчели, имя усы, лентяи, трудники, бездельники и воры. А пчелы труженики. И умные люди ловят ос, знаете как? Знаете? Берут бутылку, сладкую воду наливают туда, сахарную, и ставят. А сладкая вода, садятся, и туда проваливаются. А пчела никогда не садится. Пчеле некогда. Она работает. Она нектар собирает, она действует. А пчела балдеет. Вот в чем дело. Как только ты перестаешь трудиться, как только ты перестаешь функционировать, как только ты говоришь, я чуть-чуть, чуть-чуть, то знай, что тебя поражает дух лени и непрежности. Это не просто такое, вот просто такое, мне не охота. А это сила дьявольская. Твоя дьявольская сила. Знаю твои дела, написано в откровении. В откровении пишет, ты не холодный, не горячий. Это вот как раз о том. От всякого труда есть прибыль, от пустословия только ущерб. Алчбаля Нивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. И если я сейчас начну перечитывать все, что написано о лени в Библии, то будет долго. Бог все время об этом говорит. Слышь ты, дружище, ты не должен поддаться лени, ты должен трудиться. Если ты не имеешь служения в церкви, если ты не можешь молиться, это постепенно происходит. Раньше ты так горячо молился, а потом все меньше, 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 меньше. А потом ты просто не можешь начать. Просто никак не можешь начать. Не можешь започнить, что ты молишь. Если тебе раньше читать Библию было интересно, а теперь как-то вроде, ну как-то, ну немножко, ну уже все читал, я уже читал. Я уже читал. Да я уже два раза прочитал Библию, что ты мне рассказываешь, говорит человек. То это говорит о том, что тебя начинает поражать Дух Ленин. Ты в большой опасности. Ты поразила Духу наморзоваясь и сиву в опасность. И начинаются всякие откоряки, отговорки. И започвут различные управдания. Он убьет меня, да? Иди сходи туда. Как я пойду там, лев на дороге? Иди там, и то оказывает ималов, ималов, лев ходит. Он откоряку ищет, понимаете? Отговорку ищет. И с таким человеком бесполезно разговаривать. Очень, очень, очень многие из нас незаметно для нас оказались скованными этим Духом. Ну, и вопрос так стоит. Но не хочешь работать, действовать для Бога. Но и не надо. Не хочешь, не надо. Это твоя жизнь. Но отвечать придется. Это не шутки. Радостнее. Това не саши ги веселее по-радостно, по-весело работать. Да работиш, да се трудиш за Бог. Я тут вчера наткнулся на цитаты. Вчера видях една цитата. Мольер. Знаете, Мольер, такой драматург. Он сказал, то я казал, труд убивает трех главных врагов человека. Убива трите главни врагове на човек. Скуку, похоть и нищету. Поход и бедност. Скуку. Грех и нищету. Разве не правда? Това не е ли истина? Если ты хоть чуть-чуть что-нибудь делаешь, то тебя появляется радость. Эта радость двигает тебя дальше. Ты начинаешь делать больше. Започваш да правиш повече. облекается в еще большую, потому что появляются результаты твоего труда. Та сираду встала все по гулям, за что ты имешь результат. Зачем же я бездельничал? Так долго собирался. Нужно было просто принять решение и начать. Просто требуется предоставление решения или започна? И это на самом деле дело хозяйское. И тут никто не собирается никого в чем-то упрекать. Потому что это проблема для всех, для многих. Даже царь Давид, как вы поняли. И не только он был поражен этим грехом. Уговаривать никто никого не собирается. Но мы должны понять, что ты останешься когда-нибудь один на один и будешь давать отчет по словам, которые были написаны в книге. И там про лень было многократно все сказано. И то, что ты теплый, и то, что алжбалинивцы тебя рано или поздно убьют. И все это на самом деле, конечно же, мы понимаем, что это дело такое духовное. Это борьба духовная. Поэтому написано, апостол Павел написал эфесянам. Апостол Павел и написал в эфесяните в 6 главе. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Обличайте се в Божьето в сооружие, за да можете да устоите срещу хитростите на дьяволу, а за что-то нашта борьба не е срещу крыв и плотно срещу начальства, срещу властите, срещу духовните сили, на нечестие в небесните места. Затова взимейте Божьето в сооружие, за да можете да противостоите в злый день и как-то надвидите на всичко да устоите. И дальше последний 13 стих. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять день злый и все преодолев устоять. Я рассказываю, говорю это опираясь на свой личный опыт, на свои личные проблемы и на свои личные ощущения. Потому что если вы видите меня сейчас, то вы видите человека, который всю жизнь борется со своей ленью, со своей ленью организованностью, небрежностью. И вот в последние годы я, конечно, уже взрослый я многим вещам научился. Я научился обманывать себя. Я научился унифицировать свои подходы так, чтобы лень просто была обходить. Я приведу пример вам. Самый простой. Лень проявляется прежде всего в непостоянстве. Вот начал, а потом лень продолжить и бросил. Не дожидаешься, когда это войдет в привычку. И когда начнет работать. В этом проблеме. Не можете доучекать, что вы достали до победы. То я привязывал эту молитву к какому-то действию, которое я так или иначе совершаю. Например, каждый день я там бреюсь, зубы чище. И вот в этот момент я приучил себя молиться за то, что мне надо. На первую очередь. Раз, два, три, четыре усилия воли заставил себя, а потом это стало происходить легко, свободно и на автомат. И я заметил за собой, что я многие вещи духовные увязываю со своими повседневными житейскими делами. Идой, с ухаживанием за собой, все, что я делаю всегда. Вот, например, приведу пример. Значит, ну вы знаете, что верующим все возможно? Кто ведь в это верит? Ну правда же? Но если тебе лень верить, то возможно ли тебе все? Ну лень верить? А как лень верить? Боже, написано, мне все возможно. Просто помолиться, раз, помолиться, два. Благодарить, благодарить, исповедовать, верить, стоять, говорить, утверждать, и провозглашать, молиться, и говорить. У меня раньше была лень, например, разговаривать. С женой. Вот до такой степени там я себе говорил, я наговорился на работе, такой придешь, она, ну что там у тебя, ну как рассказывай, укормить там, нам за ужином. А я молчу. А лень? Она говорит, я не пойму, что с тобой вообще, ты почему молчишь? Так вот, Сима, за что молчишь? Он говорит, ты знаешь, Ира, мне лень говорить. Я сказал, мы с ним это говорим. Смотрит на меня так, больной, я сумасшедший, или что? Ну кто-нибудь меня понимает или нет? Ну лень, ну лень, ну лень. А это скотство на самом деле. Это просто скотство, это просто не любовь. Это просто скотство обыкновенное. Это не любовь. Ну это не любовь. Кому женам и бесит вам. Вот, и хочется, я с людьми имею дело, постоянно. Я натыкаюсь на те же проблемы, но только я вижу людей, которые, они, во-первых, не знают о духе лени. Во-вторых, многие считают, что это нормально. А что? А что, говорит, я лежу. Почему я лежу? Так я в отпуске, без содержания, меня уволили. Я же в отпуске. Да ты рожа наел, у тебя денег нет, ты че не идешь с работы? Так я в отпуске, понимаешь, телевизор смотрит. Мусик, ну когда будет готов гусик, понимаешь, сидит, ждет. И она мне говорит, Олег, поговори с ним, я уже не могу, я на трех работах, он лежит, говорит, он в отпуске, без содержания. Я в отпуске. Есть люди, которые уже все поражены, им конец. Им просто конец, это не игра, это не шутка, им конец. Они потеряют семью, они потеряют детей, они потеряют жизнь, они потеряют спасение, они окажутся в воду из-за того, что их дух лени поразил насмерть. Лень с ребенком позаниматься, лень с ним Библию почитать, лень поразговаривать, рассказать ему правильную историю, лень. Понимаете? Лень. Проще в телевизор или в интернет, на ютуб. Понимаете? Рану получил на голове. Я в Севастополе. Пару лет назад. Хирург. И один хирург. Зашил рану. Значит, выбрали вот такое вот, пятно. Недавно я как раз фотографии смотрел, наткнулся на это, свои фотографии, фотографировался. Вот такой длинный шов, черные, кровавые вот эти ниски, зашитые. Ничего такого особенного, но на голове вот рано. На голове ты имаши рано, ничто особенное. Враги же они не дремлют. Нали врагу в эти тенни спят. Слава Богу, что мы... Ну и все, я на перевязки хожу, седой, опытный хирург. Я сходя при един... Я лежу на перевязке, он мне там что-то рассказывает. Он такой умный мужик, приятный такой. Много приятного мужа. А что, у тебя уже хороший шов, давай-ка я его сниму сейчас. Что-то колупал, колупал, и снял шов. И то я махнул този шеф. Ну я лежу, я что? Аз лежу. Все, я пошел домой. Прибирался. Утром просыпаюсь. Кровь тут все. Сечко во второе. Разошелся шов. Шева си раскрыл. Пошел я к нему, прихожу к нему. Он чуть не заплакал. То едва штырщик заплачил. Мне было его так жалко, этого хирурга. Руки затряслись. Расстроился. Ну что-то там мне говорит. Ну и бывает, раны и так заживают. Бывает, называется это так-то так. Ну шов разошелся, и на черепе яма такая образовалась. И его вверху черепа сел. Прямо понимаете? И я думаю, зачем мне это надо? Я смысле, за какого метрявого этого? И понятно, на этом пустом месте оно примерно такое. Такое сглеждаше. Шов разошел. Как после случилось? Там нет никаких волосяных этих луковиц. Это значит будет такое голое, лысое пятно. У меня на башке, значит, она и так сидеет, лысеет уже на темечке. Лет уже 32, поэтому, понимаете? Я, значит, стал молиться, думаю, зачем мне это надо? За что метрявого этого? Зачем? За что? Почему? Никого ответа не привет. У меня махникоков отговор. А потом, ну, я стал как-то так делать, чтобы в кепке я проходил. За почву надо ходить с шапкой. полгода точно. Волосы длинные опустил. Кусата стала надылгом. И думаю, а я люблю коротко стричься, и думаю, ну, мне никогда уже коротко не постричься. А коротко стричься, значит, надо здесь оставить клок, чтобы он чуть-чуть прикрыл. Я как будто это, знаете, как... Значит, вот это вот. Мужики, пожилые делают. И я подумал, зачем это мне надо? И однажды в интернете где-то наткнулся на ролик. И чувствую, это вот как ответ. Сидит парень такой лет 30. И говорит, он такой, ну, лысеющий здесь. Сейчас много таких ребят молодых. У него тут волосы есть, но как-то мало. Коротко стричься, почти наголо. И он говорит, я вот на ютубе, такой самопальный ролик, такой колхозный. Я вот, значит, прочитал, что волосы у мужиков попадают, потому что кровоснабжение слабое. Надо усилить кровоснабжение, и все будет. Я как-то поверил. Для этого взял массажную щетку и стал регулярно массажировать свою лысеющую башку. И вот, смотрите, месяц прошел, у меня заколосилось. Мина один месяц, и психику все управило. И я подумал, слушай ты, а я живу в Турции, там специалисты по лысине. не, 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 к туркам не поеду, я могу, конечно, насадить здесь волосы, но не поеду. Я буду делать, как мне Бог скажет. И я стал думать, что Бог, наверное, сделал мне вот это, вот для чего, чтобы я, значит, взял и что-нибудь сделал сам по вере. Потому что, но верующим, возможно, все. Но для этого надо массажировать голову. А я никогда этого не делал. Я купил массажную щетку. Ну, два раза помассажировал ее. А потом Бог меня там начал тыкать. Я чувствую тыкать. И я организовался. У меня вот у каждого, наверное, есть ритуал. Такой жизненный цикл, как-то и проходит. Жизненный цикл, некий ритуал. Но вот я вот здесь так живу. Я утром стою, выхожу и, значит, в парке гуляю. А потом иду в душ и стою под холодной водой. Обязательно. Это такой вот ритуал. Под холодной водой я круглый год стою. А потом я выхожу из душа уже и прохожу мимо зеркала, а вот зеркало лежит массажная щетка. Я беру массажную щетку и иду дальше, к окну, а там весы стоят. И становлюсь на весы. А потом открываю шторы. А в это время я массажирую щетку. И это все как зубы чистить. И мне легче стало бороться со своей ленью. Неорганизованность. Я этот дух небрежности и ленью таким образом отправил, потому что я начал верить, осуществлять ожидаемое. И у меня есть два контролера, жена и дочь, которые смотрят, папа, ничего нет, у тебя начали расти волосы. Там, на голом месте, где шрамы, понимаете, голый шрам, вот такая проплешина, там начали расти волосы. У нас тут, слава Богу, ни одного лысого человека, мужика нет. Слава Богу, что к нему плещи в хоро. А то бы этот рецепт можно было бы как применить? Я вот этим простым примером хочу сказать, хочу сказать, если тебе не лень просто помассажировать щеткой волосы, и ты веришь, что там они вырастут, то это слава Божья. Это твое свидетельство. И это победа твоя над ленью. Слышь, победа твоя над ленью. Ты противостал ей и действуешь. Наша вера из дел. Наша вера из дел. Наша вера из дел. Мы должны показывать веру из дел. Вы согласны со мной? А теперь подведем итог. Ты член церкви? Скажи да или нет. Скажи да или нет. Значит, ты обязан иметь служение. Если у тебя служения нет, ты не служишь Богу никак, значит, ты лентяй. Потому что написано, тот, кто служит Богу, тот никогда не будет слабым, несчастным, обиженным и неуспешным. Правильно? Зачем ты хочешь быть неуспешным? Ты должен служить Богу. Мой полы, проповедуй, раздавай листовки, приглашай куда-нибудь, приводи сюда людей, делай что-нибудь, занимайся с детьми. Участвуй в прославлении, у нас это можно. Почти всем. Почти всички могут участвовать. Это раз. Второе. Если ты христианин, то ты не можешь не верить Богу. Ну, правда же? Мы же не атеисты. Мы не атеисты, нет? Мы верим. Мы верим. И верим в то, что Бог с нами и с Ним у нас. Все получится, верно? Поэтому, если написано, ранами Иисуса ты исцелен, то ты должен долбиться. Вот у меня есть проблема, я вам обозначу. У моего отца была в старости вот так палец на правую руку. Стягивает вот эту вот жилу, стягивает что-то. Он какая-то шишечка и стягивает. У моей сестры точно так же. И вот у меня точно так же. Только отец ходил вот так вот. А я хожу вот так. И я знаю, что вот эта вот шишечка, которая здесь, она генетически у меня здесь. Она мне особо и не мешает. Но я не буду это терпеть. Вот присутствие всех, говорю. Я каждый день проклинаю эту шишку. Я приказал ей уйти каждый день. Потому что написано, имейте веру Божью. И поистину говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись вон, и не усомнится в том, но поверить, что сбудется по словам его. Будет ему что не скажет. Ну правильно или нет? Это называется вера. Это называется вера, действие. Олег не говорит. Олегович, ну что ты как дурачок. Что ты вот это вот такое? Княгу можно не скажи, за что секуту губа. Оно тебе надо. За какое-то требование. Просто лягни. Я не лягу. А сням, Олегна. И не хочу, чтобы никто не ложился. У нас впереди куча дел. Нам же сказано. Идите, научите все народы. Сказано или нет? Идите, проповедуйте Евангелие. Все твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Их осудят. Эй! Если мы не пойдем. Завершаю. Я написал письмо Богу. Получил ответ. Письмо на Бога и получил отговор. Прямо в посылке. Дейчель. Учих в пратке. От Бога. Дейчел. Я шучу. От Бога. Обаче сожгу. Я посидел и написал ответ от Бога. Я седнах и написал отговор от Бога. И он мне говорит. То мне каза. Просто встань. Просто встань. И начни делать хоть что-нибудь для меня. И започни, да правишь нечто за мен. Самое простое и малое. Най просто, най малко нечто. Просто начни. Просто драва, да започнешь. Начни говорить людям обо мне. Започни, да говоришь на хората за мен. Говори где угодно. Говори на всякоде. Любому. На всякий. Говори так, как умеешь. Говори как ты можешь. Как понимаешь. Как ты разбираешь. Искренне и честно. Искренне и честно. Не заботясь о том, понравиться им. Без да согришься дали те, что те харесат. Или мне то, что ты говоришь. Или дали на мен, что те ме харесат, кое ты указываешь. Им говорить обо мне. Просто започни, да им казалось за мен. Ты же видишь. Последние дни. Времени все меньше. Ситуация все острее. Ситуация все острая. Уж тебе-то известно, что они ничего не знают. Просто не знают. Просто не знают. И живут как во тьме. А ты знаешь. И ты знаешь уже много. Ты вече знаешь много. Начни говорить. Започни договорить. Решись начать говорить. Усмелися договоришь. Интернет. Это то место, где тебе будет лучше всего начать. Комфортнее и эффективнее. Опыт у тебя же есть. Не жди от меня никакой силы. Она появится только, когда ты начнешь. Начинай. Не бойся. Я не злюсь на тебя. Я не собираюсь тебя наказывать за твою медлительность. Нерешительность и лень. Я люблю тебя такого, какой ты есть. Ты мне дорог. Я жду терпеливо. Начинай. Тебе будет интересно. И радостно жить. Пусть твои предыдущие дела сами раздеваются. Ты увидишь. Как все начнет складываться для тебя. Как всичко много добре, что излезет за тебя. И все будет как нельзя лучше. Я побеспокоюсь о тебе. И о твоих людях. Только начни. Это главное для тебя сегодня. Говори во мне людям. Они не знают. И пропадают. Начинай. Започвай. Ты давно готов. Ты сегодня готов. Это послание каждому. Твое послание за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте я помолюсь. Дорогой Господь. Скрипи Господь. Спасибо тебе за это слово. Я думаю, что оно очень актуально. И полезно для каждого находящегося здесь. Властью, которую даешь каждому из нас. Я проклинаю дух лени. Дьявольский дух лени и небрежности. И я повелеваю. Вы. Отвратительные оковы лени. Спадите прямо сейчас. С каждого, кто опутан. Во имя Иисуса Христа. Лень. Дух лени. Будь проклят во имя Иисуса. Убирайся вон во имя Иисуса. Мы свободны. Не смешно свободны. Я провозглашаю. А спровозгласен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава на Богу. Спасибо большое. Подписываюсь под каждым словом. Знаете, 10 лет назад мы начали видеослужение. И стали, когда мы начали транслироваться на БХТВ. Наш телефон снизу был. И стали очень много звонить. И просить, помолитесь за то, помолитесь за то, помолитесь за то. Мы молились. Я писала в молитвенный чат. Потом люди вычислили, что работает. Стали еще больше звонить. И я думаю, это мне целый день просто на телефоне нужно сидеть. И я стала немножко по-другому. Я стала спрашивать. А что вы сделали для того, чтобы эта проблема у вас решилась? А люди ничего делать не хотят. Это очень удобно. Церковь, помолитесь. Я, например, говорю, почему вы на работу не пойдете? У меня нет финансов. Я спрашиваю, а что вам мешает пойти на работу? Нет документов. Я спрашиваю, а что вам мешает пойти и сделать документы? Ой, ну знаете, там очереди. А легче просто позвонить, сказать, церковь, помолитесь, пожалуйста. И вы знаете, я сказала, мы не будем молиться, пока вы не предпримите со своей стороны определенные действия. Ну вот почти не звонят. И сегодня почти не освобождат. Поэтому спасибо большое, Олег Григорьевич, за слово. Спасибо, Олег Григорьевич, за твое слово.